Ну и так, первый доклад будет посвящен, я все же вначале поставил вода потребитель Вот она, ну сейчас появится, появится Вода потребителя источник энергии При вихрево режиме движения Ну об этом, о том, что вода и энергия тесно взаимосвязаны Ну я не считаю, что это он первый Но из тех, которые мне известны, это был Шаундергер Потомственный лесничий, который был одарен наблюдательностью и чувствовал воду Ну я считаю, что он, конечно, был, ну то, что мы называем экстрасенсами, а я называю аквалокаторами Потому что слово экстрасенс запрещено Ну зачем идти? Нормальные герои всегда идут в обход Всегда прямой В обход В обход Поэтому вместо экстрасенса аквалокатор Вот Так, здесь какую кнопочку? Вот эта, наверное, да? Да, можно этим Освоил Можно включить? Да нет, я буду нажимать Ну и так, Виктор Шаундергер Потомственный лесничий Который создавал массу удивительных устройств В основе которых лежало вихревое движение воды Он не имел высшего образования И, но тем не менее, чувствуя воду и будучи наблюдательным Он обнаружил, что в ручье Там, где здесь завихрение При лунном свете камни всплывают Не все, но имеющие яйцеобразную форму А на солнечном свете, где солнце, не всплывают Вот такая наблюдательность у человека Ну, после этого он Это вихревое движение Стал использовать К сожалению, как всегда Он использовал слова Которые ему казались очень убедительными Но которые никто не понимал Взял термин «эксплозия» Взрыв вовнутрь Но что это такое? Никто не понимал И так и сейчас никто не понимает Вот поэтому я стараюсь Не использовать новые термины Стараюсь обходиться терминами общепринятыми Хотя была мысль менять терминологию и так далее Но это безнадежное дело Лучше приспосабливаться И так понятно, что тайны воды просто так не даются За этим стоят финансовые, энергетические и всякие остальные И включая... Ну ладно, не буду я касаться этой темы Это совсем страшная тема А именно духовная Ну вот Короче говоря Тайны воды Нужно помнить Что раскрытие их Не совсем безопасно Итак Что же такое вода? Это Всегда К сожалению Надеюсь Пару, пожалуй Определений воды Но крайне неудачными Вот Одно из них утверждает Что вода гетерогенная система Но я не понимаю Почему она гетерогенная Она, естественно, гомогенная система Вот Ну то, что она открытая система Никто не возражает То, что она термодинамически неравновесная Но это люди, имеющие образование, понимают Не химические, а именно термодинамические То, что она полярная Это тоже известно То, что она нелинейная Ну до этого можно догадаться То, что она кооперативная То есть изменение в одной части Изменяет систему в целом Автоколебательная Ну она настолько автоколебательная От долей герц до терагерц Поэтому к резонансам она чрезвычайно предрасположена Ну, как всякая женщина Вот Ну и самоорганизующаяся Ну и вот здесь термин Ну, который сейчас уже принят Но, правда, к воде это не относится Супрамолекулярная аквасистема Межмолекулярный континуум Который обеспечен все чудеса воды Обусловлены не ей А ее сеткой водородных связей Почему? Потому что она динамична Потому что она структурно Колебательно Слишком разнообразна Вернее, очень Слишком, а именно Очень разнообразна И поэтому она При любой инициации Склонна к самопроизвольному Полиморфизму Ну, то, что каждая молекула воды К сожалению, нам в школе сказали Что вот 104,5 градуса Угол и так далее На самом деле он варьируется Длинные связи в молекуле варьируются В зависимости от ее состояния Вот, но что интересно Соответственно, эти соотношения Если посмотреть То они подчиняются Правилу золотого сечения Каждая молекула воды Способна образовывать Четыре водородные связи Две как донор протона И две как акцептор протона Ну, и в свете двойственной природы Водородной связи Которая и электростатическая И ковалентная Соответственно, к сожалению Человечество использует один термин Гидротация Когда преобладает электростатика Но, если ковалентная составляющая Ее раскрывают Используя очень неудачный термин Гидрофобная связь Связь это связь А гидрофобная связь это отталкивание Ну, понимаете Я, например, читая лекции студентов Всегда возмущался Поэтому на вечерней заре Своего преподавания Я заменил термин гидрофобная связь На акваклотратирование Когда преобладает коваленщина Когда молекулы воды между собой Увеличивают взаимосвязь А постороннее тело Остается Для него они оформили полость Куда допустили Вот И вот эти две Два вида межмолекулярных водородов Два вида межмолекулярного взаимодействия Ну, превалируют Ну, а теперь То, что уже почти сто лет Волнует человечество И человечество не знает, как ответить А именно Температурные эффекты В трубке рамка Французский инженер Французский инженер, занимающийся циклонной очисткой воздуха Я обнаружил, что на периферии воздух разогревается в трубке А в центре охлаждается Не особенно бросается в глаза именно охлаждение Потому что выходит воздух с температурой до минус сорока Сейчас научились охлаждать до минус 200 230-240 градусов Вот Откуда, что берется? Французская академия отвергла Выдать патент Объяснений нет Американцы Куда он эмигрировал В 1934 году дали ему патент Попытались разобраться Делали трубку из горного хрусталя Наставляли кинокамеры Фотографировали Все Ничего не увидели Но почему? Потому что надо понимать химию Чуть-чуть Вот В чем проблема? Проблема в том, что в воздухе всегда есть пары воды И вот участие паров воды в этом процессе надо учитывать Вот эта реакция разложения воды на радикалы Ну, я вам так могу сказать Читая лекцию, я, естественно, в основном говорил о диссоциации на йоны И почти ничего не говорил Ну, время не положено, как говорится Говорить о радикале А это очень интересно Почему? Потому что вода, распадаясь на акварадикалы свои Из одной частицы получаются две тоже электронейтральные частицы Ну, а раз это так, то должен действовать принцип Лешетелье Система всегда препятствует оказываемому воздействию В данном случае, раз давление понижается То вода будет способствовать что? Чтобы этого не было Как она это может сделать? Распасться на радикалы И вот получается Значит, аэродинамика могла объяснить, почему П1, то есть внутри, меньше, чем П2 снаружи Но она не могла объяснить эти температурные эффекты До сих пор Хотя кондиционеры на автомобилях, автобусах делаются на принципе рамках Но объяснений нет Объяснение очень простое В воздухе всегда содержится вода По принципу Лешетелье там, где давление понижается Должно способствовать разложению воды на радикалы И препятствовать реакции взаимодействия радикалов, давая воду Что получается? В центре потока есть центробежные силы Образовавшиеся радикалы выбрасываются на периферию потока Частично Ну, потому что скорости сумасшедшие Вот И частично выбрасываются Основная масса выносится из трубки Или В свободном Или если там минус 40 То она, естественно, будут Вмерзшие В кристаллы воды Ну вот Но та часть, которая выбросилась на периферию Там она взаимодействует И разогревает воздух Вот вам Тайминг Трубки Рамка Поехали дальше Итак, вихревое движение За счет чего Где оно может происходить самопроизвольно? Естественно, при истечении воды или пара через отверстие, через сопло Раз Во-вторых При обтекании тел Что очень хорошо знают и гидродинамщики, и аэродинамщики А также При движении по капиллярам Это должны хорошо знать биологи Они, к сожалению, этого не знают Далее Вихревое движение получается, естественно, при искусственном завихрении При совместном воздействии электрических магнитных полей Елизавета Захаровна Гак Очень убедительно показала Я потом покажу картиночку А также ультразвук С возникновением в аквасистемах Пульсирующих вихревых режимах Особенности этого режима движения Первое Сильная термодинамическая и химическая неравновесность То есть система какая? Она находится в страшно возбужденном состоянии И поэтому Она способна к превращениям Пониженное давление в центре вихревого потока Вызывает обезгаживание и диссоциацию Значит, гидродинамщики догадались Вернее, жизнь заставила Что появляются Винты разрушаются Турбины разрушаются Ну, догадались до кавитации Но они объяснили кавитацию сугубо физически А именно образование пузырей При этом не говорят, что это требует затраты энергии И схлопывание пузырей Вот про схлопывание это все знают Вот И при этом говорят взрывообразно Ну и там методами удивительной чувствительности Обнаружили, что мгновенные температуры За тысячи градусов Давление за тысячи атмосфер Ну, понятно, винты рушатся Вот Но Как показали мои поиски В этом принимает обязательно участие Что? Вода Почему? Потому что вода, разложившись на радикалы Верховое движение этому способствует А далее акварадикалы взаимодействуют Как? Естественно, по цепному механизму Как? Со взрыву Поэтому схлопывание пузырей К схлопыванию пузырей Жизненно необходимо добавить что? Химическое взаимодействие акварадикалов Которые образовались А что такое акварадикал? Это жидкость? Или газ? Это электронейтральная частица Отдельная частица Агрегатного состояния Не имеет И не может иметь Вот Ну и Инициирование фазовых переходов второго рода Это удивительные переходы Если с первого рода Более-менее человечество разобралось То фазовые переходы второго рода Остаются камнем преткновения Чуть-чуть потом остановимся на этом Следующий, пожалуйста Итак, вот ГАК подействовало на раствор электролитов Электрическим и магнитным полем И что увидели? Что образуются виши Причем в каком? В шахматном порядке Природа делает это сама А теперь вспомним про зоны Короче говоря То же самое происходит на земле Где в одной зоне растения живут и радуются Попадая в другую зону Они начинают изменяться Так же человеку А, геопатогенные зоны Вот выскочила совсем уже Это все вот следствие Сами понимаете То есть у земли есть и магнитное И электрическое поле Оно совместно действует На что? На пары воды Без которых мы жить не можем Поехали дальше Итак, я написал фазовый переход Второго рода В воде Хотя до Ну уже почти сегодня Вчера вечером Я добавил все же в воде Потому что Не лезь не в свои сани Но это справедливо Итак, фазовый переход Второго рода в воде Как в открытой супрамолекулярной системе Кстати сказать Вот вчера придумал Формулу супрамолекулярности Молекулы воды Видите В бесконечности И все это объединено То есть Отдельных молекул Вот в этих бутылочках Нету Вы хотите увидеть там ассоциаты Их нету Вы хотите увидеть там кластеры Вам говорят Нету Есть что? Единая сетка водородных сведений Но если вы без ассоциатов И кластеров жить не можете То воспринимайте их Как фрагменты Единой сетки водородных связей Итак Это самопроизвольный процесс Инициированный резонансом Дело в чем отличается Сетка водородных связей От кристаллической Кристаллическая статичная Практически А сетка водородных связей Прежде всего динамичная Ну единая Ну она единая Смотри Это вот что такое Понятно Итак Начинается фазовый переход Он инициируется резонансом При этом Происходит быстрый сопряженный Локальный переход Хаотического состояния В организованное Значит что заставило меня Вода сделать Значит термодинамщики Хорошо знают Свободную энергию И связанную энергию Ну мне очень Ну если свободная энергия Как так То связанная энергия Меня раздражала всегда Я всегда задавал вопрос Студентам Я говорю Вернее не вопрос Я сразу говорю Я не знаю Какими веревочками Она связана Но в то же время Преподавая Я понял Что свободная энергия Она рождает работу Вот При этом Работа это Организованные формы Поэтому я Заменяю термины Свободная энергия Это энергия Организованных форм движения А связанная энергия Это энергия Хаотических форм движения Меня удивляет Что термодинамика До сих пор Хочет Только с помощью Энтропии Описать Системы Любая домохозяйка Даже Знает Что порядок И хаос Это две Абсолютно Разные характеристики И со знаком Плюс-минус Тут Нельзя Удовлетвориться Это абсолютно Разное величие Поэтому Для характеристики Хаотичности Предложена Энтропия Для характеристики Организованности Не я придумал Чешином Придумал Я просто Ему поверил Использовать Информацию Вот Ну и Поэтому Что получается Значит На первом этапе При резонансе Я всегда задавал вопрос Физикам Откуда берется энергия От этого вопроса Они как черт ладно боятся Уходят На самом деле Энергия Ниоткуда не берется Только что Сопряженно Перераспределяется Из хаотических Какие В организованные И это произошло Быстро Это и в газе И в жидкости Где Ну в кристалле Это будет сложно Ну Простите Простите Медленно И навозвал Это уровнем Организованности То есть Любые процессы Которые происходят В системах Они всегда Меняют Что И организованность И Хаотичность А пытаются Объяснить Только одной Хаотичностью Ну Сами себя Вот Поэтому Надо Думать И соображать Итак Соответственно Инициаторами Резонансов Будут Внешние И внутренние Поля Физические Поля Естественно С определенными Характеристиками Для данной системы А именно С частотой Фазой И амплитудой Так Поехали дальше Итак Вихревые Теплодемераторы Вихревое Движение Воды Слез ее Автоколебательных Свойств Инициируя Резонанс И фазовый Переход Второго Рода Способствует Акваклатратированию Акварадикалов Снижая Затраты Энергии На диссоциацию Воды Значит Если Затраты Энергии Голой Молекулы Воды 543 Киложоуля Требуют То Что Требует Процесс Ее Диссоциации Через Образование Акваклатратов Радикалов Ну пока Я не могу сказать Но это Дявно Будет значительно Ниже Энергия Ну а Образовавшиеся Акваклатраты Поскольку они Все время Будут Сталкиваться Или между Собой Или со Стенками То они Будут Оттуда Радикалы Будут Легко Выскакивать И взаимодействовать И отсюда Появляется Дополнительная Энергия Вот откуда В вихревых Генераторах Коэффициент Превращения Энергии Не КПД А коэффициент Превращения Энергии Равняется И может Равняться И даже Больше Ну я То что Из интернета Могу сказать Что при Импульсном Электролизе КПД То есть Коэффициент Превращения Энергии Может достигать Двух Двух с половиной Тысяч Ну вместо Ста Вначале Извините Потапов Ну по всякому То так получается То так получается Это свидетельствует о чем О том что Не совсем Правильно Учитываем Все Тепловые Затраты Энергетические Затраты Энергетический Эффект Вот Ну и Что еще Получается Что при Вихревом Теплогенераторе Рабочим телом Является Акваплазма Содержащая И молекулы И ионы И радикалы Причем Это акваплазма Вот это было удивительно Проводился Прямо Непосредственно Эксперимент На установках Бриттена Ну То же самое А-ля Потаповски Вот Поставили Стали мерить На начале Первые три часа Ничего не было видно На четвертый час Поехала вниз На пятом часу Место плюс 200 Стало ноль Ну Смотри Я сказал Я говорю Оставьте на всю ночь На утро Приехали Померили Минус 150 Вот вам Это доказательство Чего Что там есть Радикалы Но почему Там должны быть радикалы И окислители И восстановители Почему Вот только восстановители Я объясняю Все очень просто Потому что Такой Радикал водорода Он очень маленький А молекулы воды Большие Они его зажать Не могут Он всегда найдет Что Дырочку И поэтому Он легко Вот этот квадрат Легко распадается И вот этот Избыточный Временно появляющийся Но вполне достаточно Чтобы ОВП Сделать каким Но Правильнее говорить Не ОВП А восстановительный Потенциал Вот Чтобы сделать Его отрицательным А радикал ОАШ Он побольше Не очень большой Но он уже Соизмерим С молекулами воды И он там В уютном месте Не очень хочет Его покидать И поэтому Выходит меньше Но за счет этого Акваплазма Вихревом Обладает Восстановительными Свойствами Следующий Пожалуйста Итак Вихревые Режимы Движения Ее паров Основа Многих Природных Явлений Ну Смерчи Тайфуна Торнадо Урагана Цунами Здесь задавались Вопрос Откуда энергия Понятно Из Воды Разрушительная Сила Волн Ну Приводился Натурный Эксперимент Во время Волнения Брал Прибор К сожалению Волна Меня Перевернула Уронила Прибор Но Пока Я не один Раз это делал Пока Был Я видел Минус Пятьдесят Вот Откуда появились Если минус Пятьдесят Когда обычно Плюс Двести Сами понимаете Вихревое Движение Итак Световые Конвективные Явления В атмосфере Ну Начиная Те Круги Рисунки Которые Выписываются На полях Это все Следствие Конвективных Вихревых Потоков Которые Делают Своё Дело Ну Некоторые Люди Стали На этом Зарабатывать Но Это Людская Не лучшая Черта Вот Ну А на самом Деле Это Делает Прекрасно Делает Природа Ну Так Называемые Неопознанные Летающие Объекты Целая Наука Существует И так Далее Ну Вспомним Хотя бы Тот ужасный Случай Который Был На Северном Урале Со Студентами Политехнического Института Что Получилось Они Спали В палат К Этой Палат Подлетела Не ЛО А именно Акваплазмоид А в Акваплазмоиде Что Вихри А эти Вихри Передались Куда В мозги И ужас И ужас И все Что угодно Вот С ними Это так По некоторым По некоторым Сообщениям Газетам Она Увидела На ЛО Оттуда Вышел Он Поимел Я Понесла А потом Рассосалась Что это Такое Мозги Бабушки Бабоньки Закрутились И пошло То Чего Ей Очень Хотелось Вот И все Так что Не надо Ну вот Кроме Того На фотографиях Фотографии Очень Часто На фотографиях Появляются Шарики Ну то Что В пирамидах В намоленных Местах В фотографиях Видно Шарики Шарики А что это Такое Акваплазмоиды Которые Естественно Да Тут еще Одна Хроническая Ошибка Физиков Они Говорят Они Взяли Газ Неон Ну что По запросу Взяли Газ Неон Потоком Электронов Обработали Газ Засветился Покраснел Они Сказали Йоны Но Немножко Зная Химию Я Понимаю Что Если Неон Отдаст Газ Отдаст Электрон То он Превратится Не просто В катион А в катион Радикал А если он Приобретет Электрон То он Превратится Во что В Неон Радикал Если Йоны Они Более Устойчивы Чем Радикалы То Всегда Когда Появляется Свет То это Первый Признак Чего Не Йонов А Радикал Вот К сожалению Теперь Когда В этом Вихревом Теплогенераторе Сделали Диск Из оргстекла То увидели Световые Эффекты Ничего удивительного Ну там Начали Говорить О чем О термо То есть О холодном Ядерном Синтезе И так далее Ну я всегда Судентам Разрешал Врать Но только Как Умеренно А люди Любят Вот Ну и Далее Биоэнергетика Живого За счет Синтеза Воды Ну все Мы знаем Что 7 дней Без воды Мы еще Может быть Выживем Ну после 5 Уже становится Критически А без Питания 70 Вопрос Почему А потому Что Организм Может Ну когда ему Очень плохо А жить ему Хочется Это нам Может не хотеться Организму Хочется Жить И он Начинает Что делать Ну поскольку У него Акваплазма Во всех Его Биосистемах О чем Свидетельствует Что Что Восстановительный Потенциал Биосред Минус 50 Минус 150 Ни один Биолог Ни один Биофизик Один только Сумасшедший Химик Но догадался Почему Это происходит Потому что Произходит Это как Безреагент Но Все думают Что если Восстановительные Свойства То должен быть Восстановитель Да он Есть Восстановитель Радикал Водорода Вакуа Клодоратирован Вот Так что Вот так Биологи Теперь Пожалуйста Учтите Что Из-за Вихревых Режимов У вас Все Ваши Биосреды Акваплазмы И поскольку Они Акваплазмы То соответственно Если очень надо То организм Начинает За счет Синтеза воды Добывать Жизненно Необходимую Ему Энергию Но это Происходит Не только Когда человек Голодает Или так сказать Вот Ну и птички Летя над океаном Они не питаются А летят Откуда энергия берется АТФ то Нет Они сами состоят Из воды Но что вот Интересный факт Ну я так Немножко догадываюсь Но это Оказывается Для того Чтобы все это Успешно происходило Вода должна быть Свеженькой То есть Во много раз В оборот В организме Она не выдерживает Почему нам нужно Все время Два литра воды Выпивать Для того Чтобы Она Обменивалась Освежалась Но вот Как это Научно Это так сказать По простому А по научному Я еще пока не задумался Ну и последнее Удивительное Свойство воды Которые Стоило жизни Очень хорошему Наблюдателю Классену Который в конце 60-х годов Обратился В центральный Комитет партии Что вот Я обработал воду Магнитным полем А магнитил воду Это его Гробовая ошибка А магнитил воду И вот пожалуйста В теплообменниках Соли жесткости Не выпадают Вот я Намагнитил воду Бурение В 4-5 раз Эффективнее Академия наук То есть Центральный комитет Обратился В Академию наук Все говорят Давай денежку Дали Ну и что Эти Академики Сделали Ну первое Они прицепились К неправильному термину О магничивании воды Ну тогда Академия наук Была Не способна Это понять Ну и Вместо того Чтобы разобраться Они дружно Закопали Классена Вода Диомагнетик Это написано Во всех энциклопедиях Вот Но скажите мне пожалуйста А если в воде Есть радикалы То она уже Парамагнетик А если из этих Радикалов Устроить Домены А это можно сделать Делает Природа Пожалуйста Блюменфельд В конце 50-х В начале 60-х Годов Увидел Что дрожжи Выдают сигнал ЭПР Примерно За 10 минут До деления Или за 20 Минут 10 Продолжаются Потом Исчезают Объяснить Не может Но факт Эффект Есть И вот здесь Демонстрирую Методы Официальной Науки Выходит Ну я таких людей Называю Нелюдь Берет Магнит Подносит В среде И вытаскивает Оттуда Феррун 3-4 Кусочек Ну Только никто Не видел Как он Его туда Кинул Зараза И в результате 40 лет Блюменфельд Облитый Грязью Академик Академик Семенов Который Восхищался Тут же Отвернулся И все остальные Вся академия наук От него Отвернулись Ну жив остался Да нет Ну уже 40 лет Все ж пожил То есть нет Ну Ему было уже 40 Еще 40 Ну не так плохо Ну Слава богу Что с ним Не случился Инфаркт Тут же Когда достал Эта сволочь Ну примерно Такой же эффект Мне говорили Я не был Ну вы знаете Кулагину Она крутила Стрелку Компаса Физики Объяснений Нет А что она Сделала Она всего лишь На все В воздухе Рождала Что Радикал А радикалы Что Магнитное поле Отсюда Ну и что Она демонстрирует Все удивляются Подходит Ну и Как я понимаю Представитель Органов КГБ И начинает Доставать у нее Из волос И кофточки Проволочки Ну вы понимаете Что фокусы Можно вытаскивать Зайцев А не только Проволочки И когда я Вначале Это услышал Я обалдел Но я Видел Она мне Изменила Паш воды Я видел Как человек Работает Ну через Три Когда она Соглашалась Работать На КГБ Они ее Хвалили А когда Она Отказывалась Вот вам Что такое Вода Ну и Последнее Естественно Для данного Доклада Нажмите кнопку Благодарю За внимание Если позволите Я сделаю Второе Субтитры 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 Субтитры